Друзья, всем привет! С вами Ваша Витакенфлай. Меня зовут Виктория и это канал о парфюмерии. Если честно, то к созданию данного видео я шла долго. Мне нужно было найти то самое настроение. Мне нужно было найти свободный целый вечер, чтобы настроиться, чтобы в полной мере рассказать вам о семи японских ароматов бренда Masaki Matsushima. Бренд я знаю очень давно. Всего в моей коллекции, как я уже сказала, 7 ароматов. И они все вроде бы и объединены одними тем же, а вроде бы и разные. Но, что интересно, есть среди моей подборки одна такая белая ворона, но такая прекрасная, но такая замечательная, которую хочется хвалить, хвалить и восхищаться. Итак, я вас наверняка уже заинтриговала. Наливайте вкусный чай, зеленый, фруктовый, любой, без сахара, пожалуйста. И давайте вместе будем погружаться в мир парфюмерии. Давайте вместе будем обсуждать все мои ароматы Masaki Matsushima. И обязательно, конечно, участвуйте в нашем диалоге. Пишите ваше мнение, ваши комментарии. Там мы с вами и встретимся. Ну, а сейчас начнем. Итак, Masaki Matsushima это знаменитый японский дизайнер, который параллельно выпускал и парфюмерию. Что хочется сказать о бренде. Все ароматы объединены одной тональностью. Они спокойные, практически все, да, я здесь оговорочку сделаю, потому что у нас сегодня будет один аромат, от которого просто у меня крышу сносит. Они все имеют какую-то японскую эстетику. Они имеют спокойное, тонкое, хрустально-звенящее звучание. Они не химозные и они не европейские. Они именно все эти ароматы японские. Здесь японский дух, японское настроение, японское воспитание. Все флаконы, они достаточно скромно оформлены. Здесь нет никаких супер вычурных элементов, при этом они достаточно необычные. Посмотрите, да. Форма, форма. Здесь самое интересное, это форма флаконов. Это действительно эстетика. Наслаждение для моих глаз. Начнем со знаменитого фло. Кстати, этот аромат мы вместе с моей подругой Женей, моя бьюти-подругой Женечка из Питера. Тебе огромный-огромный привет. Женя его повторила, и я его тоже решила, конечно, повторить. Плюс ко всему, огромные скидки в магнит косметик, конечно, сыграли свою роль. Это классный аромат. Он цветочный, он тропический, он фруктовый, он очень жизнерадостный. Он и цветочный, пудровый, свежий и, конечно же, цитрусовый. Здесь очень классный, задорный старт, благодаря маракуи, кумквату и грейпфруту. Он такой кисло-горяковато-сладкий, тропический, именно тропический. Во многих ароматах Масаки Масушима присутствует лотос. Это обязательный элемент японской парфюмерии, насколько мне известно. Лотос здесь в содружестве с чувственным, женственным, красивым пионом. И в Азии приятный, не выпирающий, совершенно не раздражающий мускус. Это классный аромат. Он напоминает мне фруктовую жвачку с таким тропическим, ярким, мощным, взрывным вкусом. Очень необычный аромат. При этом он такой приятный, он очень жизнерадостный. Он греет мне душу в темные, осенние, грустные вечера. Здесь очень приятная кислая свежинка. Маракуйя потрясающая. Маракуйя такая свежая, с косточками, с мякотью, с кожурой. В общем, восхитительная тропическая маракуйя меня здесь сводит с ума. Замечательный аромат, мне он очень нравится. Прекрасный флу Масаки Масушима. Следующий аромат это Масаки Масушима Мат Лимитед. Здесь у нас любовь не с первого знакомства и далеко не с первого взгляда, но все-таки любовь состоялась. Это цветочный, свежий, древесный аромат. Здесь очень интересное сочетание зеленых чайных нот со спелым манго и сочным гранатом. Кстати, друзья, на моем канале скоро будут отдельные подборки на эти ноты манго и гранат. Я уже в процессе подготовки. Конечно же, в японской парфюмерии пирамиды часто украшают лотосом. Да, здесь есть лотос, здесь есть роза. Роза очень приятная, майское, весеннее, нежнейшее создание. Также здесь есть аспантус. Аспантус мне в основном очень часто слышится как персик, либо абрикос. Здесь именно такой немножко сладкопритерный аспантус, украшен водяными, такими влажными нотами и мускусом. Очень влажный аромат, очень-очень водяной. Аромат очень спокойный, он тонкий, он очень деликатный. Аромат в офис, аромат на каждый день. Сначала мне показалось, что он очень простой, здесь нечего разгадывать. Он самый обычный, но на самом деле нет, аромат имеет свой характер. У него есть свое какое-то отдельное ДНК, мне это нравится, меня это привлекает в нем. Смотрите, какая прикольная крышечка. Кругленькая, и здесь вот так вот ровненький срез. Это очень классно, мне очень нравится вот эта вот какая-то урбанистическая эстетика. Аромат очень спокойный, интеллигентный, аромат такой задумчивый, немножко меланхоличный. Аромат для тех моментов в жизни, когда хочется уйти в себя, подумать, расслабиться, даже порелаксировать возможно. И самое главное его определение это прозрачный. Он именно хрустально-прозрачный. Мне понравилось сравнение с юной гейшей, которая еще боится посмотреть в глаза, у которой краснее щеки при взгляде на господина или мужчину. Да, юная гейша. Очень такой водяной аромат, атмосферный, интеллигентный, юный, женственный и красивый. Следующий аромат это Мацу, Масаки Пэрис. Масаки Пэрис, парфюмированная вода. Этот аромат часто вникает в моих подборках. К примеру, он был у меня в подборке ароматов с сиренью или в подборке ароматов с персиком. Вы знаете, замечательный аромат. Если вы любите персики, если вы любите сирень, молочный миндаль, то точно стоит присмотреться. Насколько я помню, я его покупала в тоже Магнит Косметик. Это прекрасно. Это персик, все самые приятные весенние цветы. Все это обремлено очень красиво, нежно благоухающие розы, маленькие такой чайные розы. Очень много весенней цветущей сирени, сирень цветы и листья и кора сирени. Здесь есть еще вистерия. Для меня вистерия воспринимается примерно так же, как и сирень. Также здесь есть такой молочный миндаль. Это очень красиво по-весеннему все вместе звучит. Еще здесь есть красивейший жасмин. Жасмин здесь не выпирает, его не хочется убрать на задний план. Он очень приятный здесь, он такой шикарный, он такой какой-то обволакивающий. Также много мускуса и сандала в базе. Мне очень приятно носить этот аромат, в основном именно весной. Я его берегу, насколько я знаю, это снятость на данный момент, но аромат, конечно, прекрасен. Этот аромат, который я, скорее всего, меньше всего буду хвалить, и аромат у меня самый новенький в моей коллекции, именно из Масаки Масушима. Приобрела я его, наверное, в начале лета или в конце весны, точно не помню. Мне здесь мешают некоторые ноты. Я предполагаю, что это аромат именно для холодной кожи. Здесь очень такой прохладный, не совсем свежий, а, скорее всего, еще недозревший личи. Здесь много японского вишневого цвета. Такое ощущение, что я иду где-то в Японии по длинной-длинной-длинной улочке, а вокруг по бокам свисают красивые ветви цветущей вишни. Но на заднем плане, к сожалению, происходит какая-то огромная стройка, небоскреба. Строители для этого используют огромные железные листы, огромные какие-то именно железные балки, столбы. И запах вот этого какого-то немножко железа, покрытого пылью, вот этой вот строительной пылью, бетонной пылью, которая очень сложно отмыть, вот это мне мешает. Не знаю, что конкретно выдает мне этот, какой именно ингредиент мне так слышится в этом аромате. Может быть, именно личи, такой холодный личи мне все это выдает. Личи там с грушей, да, вроде бы груша, да, она хорошо ли слышится. Еще там есть сладкий горошек, но он именно такой душистый, приятный, сладковатый, притерный. Нет. Мускус и почули, возможно, именно такой какой-то холодный, леденящий мускус, а возможно, просто именно моя горячая кожа не так воспринимает этот аромат, и не так он раскрывается, как и было задумано дизайнером и парфюмером. В целом аромат интересный, да, он абсолютно с японской темой, цветущая вишня, личи, груша, но пока что никак не могу с ним подружиться. Повторюсь, он холодный, он прозрачный, он звонкий, какая-то кристальная чистота, и он очень-очень спокойный. Следующий аромат, который я вам уже показывала, но я просто не могу его не включить в эту подборку, это, конечно, аромат чистоты и свежести белых рубашек, чистых полов, широ. Это даже пудровый аромат, аромат свежести и чистоты, повторюсь, это прекрасный аромат. По-моему, это аромат 2010 года, здесь есть цветок хлопка, здесь есть в конце какие-то такие даже еловые мотивы. У меня в доме, когда я помою полы с мистером Пропором, с лавандой, вот такой примерно аромат стоит на весь дом. Это прекрасно, здесь есть роза однозначно, здесь есть пудровые оттенки, возможно, это фиалка. Мне кажется, здесь есть ирис, либо корень ириса. Очень классно, очень классно все это звучит, очень мягко, летяще, но при этом с характером. Если в ваших магнит-косметик представлен этот бренд, он очень часто, именно этот аромат широ представлен на скидках. Присмотритесь, я свой покупала очень бюджетно, по-моему, это было в июне, я, кстати, его повторила, у меня уже был такой экземпляр. Аромат белой рубашки, и в пир, и в мир, можно его надеть в любой день, в любую погоду, в любое настроение, под любой образ. Я такие ароматы универсальные, многофункциональные, очень люблю и уважаю. Широ Мацаки Масушима. Следующий аромат, к сожалению, снятость, но он такой классный, он такой прекрасный. Это Мацаки Масушима Арт Мозаик. Это тропический, сладкий, фруктовый аромат, цитрусовый, мускусный. Аромат 2012 года, парфюмер здесь, Жан-Жак. На первый взгляд, это банальный тропический компотик. Но не так все просто, мы же с вами имеем дело именно с японской парфюмерией. Не забываем, что все это создавал прекрасный, прекрасный, талантливейший дизайнер совместно с парфюмерами. Этот аромат напоминает мне яркое, эмоциональное летнее мгновение. Хочется нажать на стоп или на паузу и побыть в это мгновение. Да, что-то есть из лимиток и в Роше, например, с Манго. Что-то есть из бракаровского Crazy Tropic, вот этого леденца из серии Fructissima. Что-то есть похожее, но нет. Здесь все посерьезнее, здесь все более качественно сложено, более грамотно. Здесь очень много различных цитрусов. И танжерин, и лимон, и сладкий апельсин. Есть такой интересный здесь цветок в составе, называется Павловния. Я, честно, не знаю, что это цветок, я не знаю, как он пахнет, но все это звучит очень приятно, тропическо-розово-цветочно. Все это хорошо, так прям мощно поперчили розовым перцем, а я люблю такой забористый, с задилистым характером перчик. И здесь есть потрясающая манго, и здесь есть, конечно же, мускус. Манго здесь восхитительный, один из лучших манго, который я только слышала. Что-то мне сейчас напоминает манговый сорбе от моего любимого Эдгардио Челлини. Классно! Не так просто, как кажется на первый взгляд. Если где-то увидите, еще можно с ним, если где-то познакомиться, обязательно познакомьтесь. Вот такой классный флакончик. Что-то я сегодня как-то флаконы совсем не показываю поближе. Ну, посмотрите, какая чудесная девушка в платке. Ну, это прекрасно! Это так приятно держать в руках. Это самый первый аромат в моей коллекции, который я купила после отливанта. Отливанты я не люблю, мне неприятно ими пользоваться, они эстетически не приносят никакого удовольствия. Но раньше, когда я только начинала именно так активно знакомиться с парфюмерией, очень редко, но я их заказывала. И вот однажды, много лет назад, наверное, года три назад, или года четыре даже назад, у Лены Читоки я заказала несколько отливантиков, среди которых был чоколад мат. Это как раз была осень, начало зимы. И я поняла, что дальше без этого аромата я жить просто не могу. И спустя года полтора-два я нашла его. Я купила его, и потом, когда я его купила, его практически сразу же и сняли. Но я посмотрела до тех пор еще, чоколад мат Мацаки Мацушима можно приобрести. И вот именно про него я сказала Белая Ворона. Почему? Потому что остальные все ароматы Мацаки Мацушима, которые мы сегодня с вами рассмотрели, они более акварельные, они не химические, они естественные, они такие лотосовые, вишневый цвет, такое все достаточно летящее, простое, интеллигентное. А это взрыв мозга, по-другому не могу сказать. Это очень круто. Здесь какао, здесь шоколад, здесь много кокоса, здесь очень много специй, много пряностей. Он и сладкий, он и гурманский, он и спецовый, он даже восточный. Аромат 2005 года, он цветочно-восточный. Вот такое ощущение, что на улице теплая осень, но при этом уже зябко, и хочется надеть объемный цвет верблюжьей шерсти, свитер с большой горловиной. Хочется надеть хорошие кожаные сапоги и пойти в кофейню. И вот я захожу в кофейню, я сажусь за круглый красивый столик с подружкой, нам приносят кофе с молоком без сахара. И на красивой тарелочке лежит шоколадная конфетка из натурального шоколада, обязательно ручной работы. И вот мы ее разрезаем, эту конфетку, и оттуда вытекает такая сладкая, алкогольно-шоколадно-такая кокосовая жидкость. При этом аромат совсем не громкий, он очень теплый, согревающий, он уютный. Восхитительный! Это один из лучших шоколадных ароматов. Он очень близок к нишам. Ну, если честно, на мой такой очень-очень-очень субъективный взгляд, я бы даже сказала, что он лучший некоторой ниши. Я им восхищаюсь. Здесь очень интересная такая есть связь. Здесь такой горячий, теплый, специевый шоколад с кокосовым молоком, но при этом есть свежесть. Мне кажется, что эта свежесть дает арбуз вместе с грейпфрутом. Они так классно-классно освежают старт этого аромата, ну а потом все сгущается, более дымно, более кофейно-шоколадно, больше-больше какао-пудры добавляется. Ну и еще раз повторюсь, это кокосовое молоко, либо какое-то кокосово-молочное суфле, или кокосовая стружка, перемешанная со сметаной, что-то вот такое. Кто-то пишет, что слышит здесь резину. Резину нет, не слышу, но что-то такое приятное, дымно-табачно-алкогольное в базе здесь явно есть. Там кокос, мускус и сандал. И вот эта вот такая приятная смесь, мне кажется, и дает вот интересное, дымно-табачное звучание. Мне кажется, я очень долго рассказываю про один аромат, наверное, половину видео буду рассказывать именно про шоколад мат. Он восхитительный. Он, конечно, очень сильно выделяется из этой подборки. Если у вас будет какая-то возможность приобрести отливанду, кого-то послушать, где-то с рук приобрести, но я ничего при этом вам не советую, я просто говорю свое мнение и говорю свои какие-то рекомендации. А это уже ваше право, прислушиваться к ним или нет. Если будет возможность с ним именно познакомиться, познакомьтесь, но только сделайте, пожалуйста, несколько к нему подходов, если вдруг с первого взгляда он вас оттолкнет. Потому что, действительно, я повторюсь, это очень близко к нишам, это прекрасно, это сказочно, это восточно, это специево, это восхитительно, это крышесносно. Ну, что здесь еще сказать? Я его люблю, я его обожаю. Кстати, скоро будет еще подборка ароматов с шоколадом. Ну что, мои дорогие, видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что я ярко, красочно и достаточно эмоционально и атмосферно, по крайней мере, как могла, описала все семь ароматов японского бренда Масаки Мацушима. Я их всех очень люблю. И даже тот, который я меньше всего хвалила, Масаки Мацушима Сакура, я все равно буду хранить свои коллекции, я не буду от него избавляться, потому что мне очень нравится и флакон, мне нравится сам бренд. Пускай стоит для особенного случая, возможно, я с ним в дальнейшем и подружусь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие у вас есть ароматы данного бренда, что вы о них думаете. Напишите ваше мнение о моем видео. И с удовольствием пообщаюсь с вами на парфюмерные, да даже любые темы в комментариях. Давайте общаться, давайте поддерживать друг друга. Вы у меня умнички, вы замечательные, вы активные, вы добрые, вы позитивные, вы несете добро, вы помогаете мне своими добрыми комментариями, своими эмоциями, вы помогаете мне продолжать вести этот канал. Спасибо вам за все. Я вас обнимаю, я вас целую. Желаю вам мирного неба над головой, благополучия, хорошего настроения и крепкого здоровья. Мои дорогие, до свидания, до новых встреч, увидимся совсем скоро в моих видео. Пока-пока.